Октябрьская библиотека номер два имени Николая Кузьмича Жернакова представляет видеопрезентацию. Я к вам пишу 10 современных романов в письмах. Ежегодно 9 октября отмечается Всемирный день почты. С почтой напрямую связан эпистолярный жанр, который берет свое начало примерно там же, где начинается литература вообще. Романы в письмах можно без преувеличения назвать самым чувственным литературным жанром. Сегодня письмо — это не только послание на бумаге, но еще сообщение в чатах и в электронной почте, переписка в социальных сетях, яркие бумажные открытки, подписанные телеграфстилем и многое-многое другое. Предлагаем читателям познакомиться с подборкой современной прозы, где герои общаются друг с другом через самые разные письма. Книгу Януша Вишневского «Одиночество в сети» их хвалят и ругают. Кто-то считает, что на ее страницах квинтэссенция современной романтики, невероятно точно передающая ощущение неправильной влюбленности. Кто-то говорит, что ничего глупее и слащавее за всю свою жизнь не читал. В любом случае «Одиночество в сети» идеально подходит под формат сегодняшней подборки. Это самый настоящий пистолярный роман. Правда, письма в нем исключительно электронные. У героев «Одиночество в сети» Януша Вишневского все в порядке с социальным статусом и внешними факторами успеха. Не хватает только общения, любви и эмоций. Поэтому они, взрослые люди, выкладывают незнакомцу все, что накипело на душе. Их ожидает длительное общение на житейские философские темы. Случайно встретившись в одном мессенджере, мужчина и женщина заводят переписку, которая перерастает в итоге в настоящее чувство. Их разделяют километры и обстоятельства. Но что такое все эти цифры и строчки из биографии? Книга вышла в период бума электронного общения. Каждый читающий видел в героях немного от себя, клюнувшего на удочку онлайн-разговоров. Как обычно, самым большим испытанием подобных отношений окажется реальная встреча. Тема общения по электронной почте оказалась настолько благодатной, что Вишневский не мог не написать продолжение. Книга вышла под названием «188 дней и ночей». В романе «Письмовник» Михаила Шишкина на первый взгляд все просто. Он, она, письма, дача, первая любовь. Но судьба не любит простых сюжетов. Листок в конверте взрывает мир, рвется связь времен. Прошедшее становится настоящим. Шекспир и Марка Пола, приключения полярного летчика и взятие русскими войсками Пекина, влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы связать с собой разорванное время. Это роман о тайне, о том, что смерть такой же дар, как и любовь. Из романа Михаила Шишкина на нас сыплются треугольнички писем без конвертов. В них ровным, округлым почерком теплые слова про любовь и воспоминания о встречах, во сне или наяву. Сашенька пишет Володе про сатое объятие. Володя про ветерок в кронах тополей, под которыми они сидели. Он на войне, она ждет его дома. За любовно выписанными деталями читатель теряет бдительность. И вот уже в порядке вещей, что письменное общение длится так долго и что героиня вышла замуж. Они бы обязательно встретились, если бы не жили в разных эпохах. Письмовником называли справочный сборник из образцов писем. Роман Михаила Шишкина оправдывает название. Пожалуй, это лучшие любовные письма современной литературы. Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков Мэриэн Шеффер и Энн Берроуз – невероятно теплая и душевная книга об очень непростых временах. В 1946 год война буквально только что закончилась, так что мир еще не оправился от тягот военного времени. Молодая писательница Джульетт остается без квартиры и дальнейших планов на жизнь. В письма к друзьям она точно подмечает состояние послевоенного мира, говоря «Решительно все кругом разрушено. Дороги, дома, люди. Особенно люди». Из общего правила есть и исключения. С острова Гернси Джульетт пишет письмо простой свинопас Доуси, который просит у нее совета по части книг. Тронутая неожиданным интеллектуальным поиском провинциалов, писательница окунается в интереснейшую переписку и деятельность книжного клуба, который должен вдохнуть новую жизнь в этот необычный душевный остров. В нелегкие времена людям помогает выжить чтение хороших книг. Все члены клуба пишут Джульетт письма, рассказывая свою версию событий прошедшей войны и своего общения. Джульетт находит множество знакомых по переписке, которые затем станут настоящими друзьями, а некоторые и не только друзьями. Книга «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очисток» и из тех, что можно растаскивать на цитаты построчно. Письма без ответа немного странная разновидность эпистолярного жанра, но тем не менее ничуть не хуже, а то даже и поинтереснее традиционной. Чарли, главный герой битселлера «Хорошо быть тихоней» Стивен Ачпоске – классический интроверт. Буря чувств внутри, а снаружи показной штиль. Чтобы не держать все в себе, Чарли решается описать свой внутренний мир в письмах неизвестному другу. Письма, на которые нельзя ответить, ведь Чарли старается сохранить свою анонимность, зато рассказать о самых разных плохих и хороших событиях своей жизни не стесняется. И это хорошо, поскольку в жизни Чарли случилось нечто такое, что вообще-то до сих пор многим людям даже как проблема не воспринимается. Простыми словами рассказана вся глубина опасного периода взросления, переживания из-за непохожести и отличия внутреннего голоса от стройного хора голосов сверстников. Форма писем неведомому другу очень подкупает. Себе и близким друзьям обычно не врут. Рози и Алекс, главные герои романа «Не верю, не надеюсь, люблю» Сесилия Ахерн с самого детства жить друг без друга не могли. Но это была не любовь, а дружба. По крайней мере, так они считали. Всю жизнь Рози и Алекс не теряли друг друга из виду, обсуждая каждый решительный шаг жизни в письмах. Алекс успокаивала Рози в сложный для нее период ранней беременности. Рози подружески оценивала всех подружек Алекса и переживала, если какая-нибудь из них делала ему больно. Многолетняя переписка и привычка быть откровенными спустя десятилетия открыла им глаза на истинное положение дел. Как все-таки хорошо, что придуманы письма. Кто знает, настал бы момент истины, если бы герои общались не по переписке. В романе «Лучшие средства от северного ветра» австрийца Даниэля Глатауэра нет изысканного литературного языка. Он написан в тех же выражениях, какими мы обычно общаемся по электронной почте и в чатах. И в этом секрет его большой популярности. Героем книги является персонаж собирательный, обобразовавшийся в результате слияния умов двух влюбленных посредством интернет-переписки. Это роман нового типа, где действуют два параллельных потока сознания. Получившийся в результате такого слияния диалог с его бесконечными вариациями заключает в себе потрясающую динамику, без пауз и промедлений. Останется ли их общение столь же энергичным, встретя Эмми и Леву, в реальном мире? Преодолеют ли их эмоции дыхание северного ветра? Или же эти двое вновь прибегнут к проверенному средству? На эти и многие другие вопросы ответит только сама книга. «Вверх по лестнице, ведущий вниз» — роман, который прославил американскую учительницу Белл Кауфман на весь мир. Это полная любви и абсурда история о непростой жизни школы. Героиня книги, молодая учительница английского языка и литературы Сильвия Барретт, преподающая в Нью-Йоркской школе для трудных учеников, Альтер Эго Кауфман. Писательница никогда не скрывала, что ее роман по большей части автобиографичен. По ее словам, самым трудным в работе над произведением было создать многоголосый диалог, сочинить великое множество писем, объяснительных записок, циркуляров и распоряжений, которые обрисуют учеников, учителей, родителей и дирекцию ярче и живее, чем мои собственные слова. Роман почти полностью состоит из различных записок, документов, показывающих, насколько жизнь школы и учебный процесс погрязли в бюрократии, а также выдержек из сочинений в духе Одиссею Гомера и я не дал бы читать даже собственные собаки, анонимных и открытых посланий училке. Идеалистка Сильвия ведет борьбу на два фронта с равнодушием учеников к учебе и с равнодушием большинства своих коллег к ученикам, и ей многое удается. Роман Людмилы Улицкой «Лестница Якова» – это роман-притча, причудливо разветвленная семейная хроника с множеством героев и филигранно выстроенным сюжетом. В центре романа параллельные судьбы Якова Осетского человека – книги и интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его внучки Норы – театрального художника, личности своевольной и деятельной. Их знакомство состоялось в начале XXI века, когда Нора прошла переписку Якова и бабушки Марии и получила в архиве КГБ доступ к его личному делу. История Якова и его жены Марии показана читателю в основном в переписке, поэтому возникает ощущение, что обычный роман вобрал в себя роман эпистолярный. Стоит отметить, что именно на этих письмах в романе делается особый акцент. Улицкая пытается передать характеры своих героев через их письма, в которых они выражают свои эмоции, чувства, переживания и сомнения. Ключевыми в данном романе становятся, безусловно, письма Якова, в которых рассказывается история взаимоотношений с его вначале возлюбленной, а впоследствии женой Марии. Все письма помечены годами их написания, что дает нам возможность полагать, перед нами не просто семейная история, а история в контексте времени, что для этого романа имеет существенное значение. Герои книги Эрика Эммануэля Шмидта «Эликсир любви» Луизы и Адам расстались. Отныне их разделяют тысячи километров. В письмах, которыми обмениваются бывшие любовники, рассказывается о ранах прошлого, о новой жизни и новых увлечениях. Но более всего их занимает вопрос о тайне любовного влечения. В самом ли деле существует эликсир любви, или же это ловушка, за которой кроются совершенно иные манипуляции? И, наконец, можно ли дважды войти в одну воду? Все это и есть сюжет романа «Эликсир любви». Книга «Цена не любви» Лайонелл Шрайвер рассказывает о невероятно пронзительных письмах успешной женщины, которые она адресует собственному мужу, пытаясь понять, где именно она допустила ошибку в жизни. Не в тот ли момент, когда родила сына, поедя на поводу стереотипов о том, что в жизни каждой женщины обязательно должны быть дети, или когда так и не смогла полюбить своего ребенка. А сын всего за несколько дней до собственного шестнадцатилетия стал убийцей, устроив резню в школе. Структура романа необычна именно таким авторским решением и позволяет долго сохранять интригу. Это не классический эпистолярный роман, предполагающий диалог, а письма без ответа. Ева Качадурян, обращаясь к мужу Франклину, ведет с ним своеобразную беседу, оправдывая тем самым название романа, которое в оригинале звучит, как нам нужно поговорить о Кевине. Подобная форма разговора придает тексту исповедальный характер. Произведение заставляет задуматься над вопросами, как, почему, за что, зачем, для чего, и держит читателя в напряжении от первой строчки до последней. Все представленные в обзоре книги можно взять почитать в нашей библиотеке. Благодарим за внимание. Продолжение следует...